Сулеймана Стальского На первом всесоюзном съезде советских писателей Приезд Калинина в Дагестан Первый съезд писателей Дагестана Сулейман Стальский и Эфинди Капиев Участники всех этих знаменательных событий в истории Дагестана Так случилось, что их юбилеи совпадают В этом году мы празднуем 155-летие Сулеймана Стальского И 115-летие Эфинди Капиева Знать и помнить о вкладе, который внес Эфинди Мансурович В развитии дагестанской культуры Необходимо его потомкам Особенно подрастающему поколению Считают сотрудники Национального музея Личные вещи, фотографии, письма, портреты В экспозиции и выставке под названием «Судьбы моего поколения», которую они организовали Знакомят нас с человеком, который писал о нас и для нас Именно поэтому известные слова Горького «Эй, вы люди! Да здравствует ваше будущее!» Капиев взял за эпиграф своей главной книги поэт О том, что это была за личность и какой след она оставила В истории Дагестана рассказал на открытии выставки Поэт, публицист и переводчик Мурат Ахметов Дагестанская культура существовала после присоединения к России В рамках арабо-мусульманской культуры У дагестанцев было письменность на основе аджама И поэтому в определенном смысле она оставалась вещью в себе Для российской аудитории В России была кириллица То есть это были два таких параллельных мира Которые существовали в масштабах одной из стран Именно он открыл миру Открыл сначала русскоязычному читателю А потом и миру Открыл такие нам всем известные Знаменитые имени имена Как Махмур Тескахабрусо Амарла Батерай Гамзак Садаса Сулейман Стальский Эфин Дикапиев был не просто первым переводчиком Сулеймана Стальского Их связывала творческая дружба Судьба земляка представляла для Копиева особый интерес В эпоху Октябрьской революции Сулейман вошел в литературу Как олицетворенный эпос дагестанского народа Его имя мелькало тогда в печатных изданиях по всей стране Эфин Дикапиев был большим интернационалистом И он поставил перед собой задачу Именно показать все многоцветие Дагестана Рассказать о Дагестане Как об уникальном таком культурном самоцвете И он с этой задачей блестяще справился В этом плане очень интересно его сотворчество И сотрудничество с Сулейманом Стальским Потому что они близко дружили Сулейман называл его Габиб Даже сохранились такие уникальные кадры Кинохроники, где они встречаются, беседуют Им было о чем поделиться Потому что они вместе пережили очень страшное Революционное время в Дагестане Эфин Дикапиев еще ребенком будучи Сулейман уже был старше Но они были единомышленниками И они понимали, как много дает это новое время для творчества И как его нужно использовать для этого Эфин Дикапиев тогда издал только один номер Литературного журнала «Штурм» Накануне первого съезда писателей Дагестана в 1934 году Кстати, съезд писателей дагестанских состоялся летом 1934 года 90 лет назад, именно в июне И съезд писателей Советского Союза состоялся уже через три месяца То есть Союз писателей Дагестана, 90-летие которого отмечается в этом году Он старше Союза писателей даже Советского Союза Переводы стихов Сулеймана Стальского и Капиеву принесли известность Особо высоко был оценен перевод поэмы «Ашуга. Думы о родине» А уже сразу после смерти народного поэта Эфин Дикапиев публикует в центральной печати два очерка Посвященных ему У Сулеймана Стальского и Сулейман Хало Через три года в свет вышла главная книга Капиева Сборник новелл «Поэт», прототипом которой стал Стальский То, что он сделал в творчество Гомера XX века Достоянием всего советского народа лишь одна из многих его заслуг Эфин Дикапиеву, сыну неграмотной матери, ему суждено было стать самой светлой страницей дагестанской литературы начала века Фактически он стоял у истоков и Союза писателей Дагестана, став 22 года руководителем Дагестанской ассоциации пролетарских писателей Это был предтеча Союза писателей Дагестана Недаром Расул Гамзатов назвал его самой светлой песней моего Дагестана Потому что Капиев, его вклад в дагестанскую литературу трудно переоценить Дом, в котором жил Капиев в Пятигорске Его переписка с друзьями и видными общественными деятелями Открывающая многие факты его непростой судьбы Об этом рассказали экспонаты, предоставленные Пятигорским краеведческим музеем Есть экспозиции и планшет Капиева, где он носил свой знаменитый блокнот Из этого блокнота фронтовые записки стали уже классикой Позднее очень глубокие философские вещи, казалось бы, очень простые Вот гений Капиева как раз в том, что он самые простые житейские ситуации Так осмысливал, так преподносил, что он превращал их в очень важные жизненные явления И он подчеркивал все самое важное, современникам чего он был Есть у нас и его книга, это небольшой томик Маяковского, тоже уникальный своего рода экспонат Ну, Эфенди Мансорович был настоящим писателем, настоящим символом своего времени Очень непростого времени Его тоже не миновала трагическая судьба того времени Он был даже арестован одно время Потом угроза ареста над нем нависала Потому что это было время тяжелое, время политических репрессий Говоря об Эфенди Капиеве, невозможно рассматривать его вне творческого тандема со своей супругой Натальей При жизни она была его соратником, а посмертно стала его биографом Все издания Эфенди Капиева, вышедшие после его ухода, были подготовлены Натальей Владимировной Перед его памятью, как перед совестью своей, признавалась она в своей книге «Жизнь, прожитая набила» В ней она рассказывает о человеке, который жил и творил, отдавая себя без остатка Как много может сделать один человек? Пример этому именно Капиев Потому что, ну, казалось бы, вот непаханное поле Дагестанская литература начала XX века Начала советского времени О ней никто еще ничего не знает И даже непонятно, как ее можно преподнести большой советской стране Но Капиев взял на себя смелость И у него было мужество взяться за все сразу Он переводил и Махмуда из Кахабрусу И Амарла Абатырая И Гамзата Садасу И Абуталиба Гафурова Его книга «Резьба по камню» Ее можно назвать таким эпиграфом Книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан» То есть, все, что есть в Дагестане В дагестанской литературе XX века Предтечи этого, предвестников этого Эпиграфом этого был Ифин Дикапиев Потому что он заложил основы Он провозгласил на Первом съезде дагестанских писателей Знаменитый девиз «Зрелость и никаких скидок» Он не видел нашу литературу дагестанскую Как какую-то местечковую, провинциальную Он именно говорил о том Что у нас достаточно потенциала И творческого, и человеческого Чтобы совершенно на новом уровне Творить и создавать свои произведения Дагестанской литературе XX века